привет дорогие друзья приветствую вас на канале реальная жизнь нью-йорка меня зовут виталий соколов и в сегодняшнем видео у нас государственный парк минивазка место стоит того чтобы вы туда приехали потому что если вы живете в двух с половиной часа езды на автомобиле из города нью-йорка или вообще рядышком на восточном побережье вы обязательно должны туда приехать потому что немоверной красоты горное озеро потому что бесконечные тропы и разные уровни сложности для хайкинга у вас классный воздух у вас и немоверные пейзажи картинки для фотографии все классно в этом парке поэтому обязательно приезжайте сюда и свой мы обзор начинаем сразу после того как вы поставите классный лайк напишите свой комментарий нравится или не нравится и мы с вами отправляемся в наше путешествие прямо сейчас погнали выходной плюс хороший солнечный день а это сейчас ноябрь очередь на въезд огромная парковка платная легковой автомобиль обходится 10 долларов и конечно правило поведения при въезде это ужасно летать на дроне запрещено но ходить и дышать можно и мы начинаем свое путешествие от информационного центра именно тут открывается самые живописные виды на скалы и озеро миниваска это кристально чистой воды горное озеро расположена 600 метров над уровнем моря разрешено плавать и даже ныряют фридайверы парк служит местом отдыха и тут запрещено шуметь и слушать громкую музыку разводить костры но к сожалению опять же летать на дроне вы выбираете какой сложности взять маршрут и отправляетесь в путь но по строго определенным тропкам дабы вас не искали вот такие вот персонажи строго на север порядка 50 метров расположен туалет типа сортира обозначены на схеме буквами м и жо живописные тропинки хорошо подготовлены к удобным прогулкам и как мы видим не все приезжают сюда компанию довольно много вот таких кармашков или балкончиков чтобы остановиться передохнуть посмотреть еще раз на эту красоту спустившись к берегу озера нам открывается потрясающий вид на скалистые берега и это все отражается тут как в зеркале изумрудно и именно так выглядят тропы на миниваска стоит парк правильно сказать на государственном если уже на русском языке говорить государственный парк миниваска кому интересно чисто статистически в америке парке приезжает гулять в основном русскоязычные и наши друзья из восточных стран китайцы японцы это те люди которые постоянно выходные не проводят где-то путешествия то есть где бы ни приехать в америке и европе смотреть достопримечательности вы можете заметить что всегда очень много восточных людей это в культуре видно где-то экспансию проводить в америке очень много парков которые известны на весь мир и о количестве туристов я не берусь судить где их больше это и не важно миниваска конечно не такой как гранд каньон но и не хуже десятки километров которые радуют глаз скалистые вершины цветочные долины изумрудные берега тут все замечательно особенно такой солнечные прекрасной осенью если у вас с собой есть рюкзачок а в рюкзачке у вас есть термос и бутербродики то в парке миниваска есть столики они вас ждут и вы можете здесь отдохнуть посмотрите с каким потрясающим видами на какой полянке вся полянка для игры волейбол прямо на вершине с этой кемпинг-зоны ты видишь масштабы парка 24000 акров что интересно мусорок нет нигде есть только объявление что принес с собой то и унеси белые пешеходные маршруты проходят через три озера и это составляет скромно 50 миль трасс разных уровней сложности вот вдалеке можно увидеть skype top tower отсюда он смотрится как маяк море и можно к нему прогуляться но довольно далековато и чтобы успеть посмотреть все можно очень комфортно переночевать в оригинальном по стилю отеле расположенным на берегу озера среди белописных скал знакомьтесь мохонг маунтинг стоит он не дешево и нужно его заранее бронировать на комфорт стоит денег и это америка а для настоящих туристов есть места для кемпинга тоже платные но дешевле бронировать их конечно нужно тоже заранее миниваска стейт-парк лежишь отдыхаешь и любуешься вот таким вот видом заставляет вас дышать по-другому и вызывает желание нарисовать картину или хотя бы получить фотографию вот такую хотите поделюсь наблюдение может кому-то будет интересно типа шевченко василия руслан еще может быть будет интересно узнать как зарабатывают деньги американские парки въезд парк как вы видели из объявления ну автобусы по 80 долларов платят или автомобили по 10 долларов но посмотрите сколько здесь вообще автомобилей это один из паркин латов которых ближе находится к visitor centers но нас сюда не пустили отправили на запасную здесь есть три запасных парках посмотрите сколько здесь вообще паркуется автомобилей был бы дрон можно было взлететь выше и посмотреть паркин лад довольно реально большой то есть сегодня понятно выходной день будний день приезжает меньше машин но чистота в парке туалеты и инфраструктура это благодаря тому что парки практически все в сша платные добрый день вот хочу просто показать как умеют для людей все делать вот станция для временного ремонта велосипедов вот вам пожалуйста насос вот вам пожалуйста какая-то клипса отковыривать что-то я не знаю вот вам ключи ellen keys называется это по-английски по-русски я не знаю потому что я никогда не знал вот вам от отвертка след вот вам отвертка philips все дальше уже нельзя домой не украсть короче все сессурия это украл звездный час если вы меня спросите как выглядит водопад и парк имени вас к я вам покажу и вот прямо сейчас он потрясающе идем смотреть наверняка здесь может быть довольно больше воды когда таят снега но сейчас еще зима только впереди поэтому ручей не такой большой кто не говорите водопад высокий и симпатичный еще себе среди скалы деревьев глаз радует а главное что это природный водопад и в конце зимы он вообще растекается и становится огромным поэтому посмотреть его туриста приезжают круглый год сегодня у нас получилось довольно таки интересная экскурсия по парку мини вас к штат нью-йорк подписывайтесь на канал реальная жизнь нью-йорка с вами был виталий соколов мы с вами обязательно увидимся в новых и новых видео до скорых встреч пока